Здравствуйте! Разрешите представить вышитое колье Фрида, посвященное великой мексиканской художнице Фриде Кало. Мученице, бросившей вызов смерти и пронесшей свои страдания сквозь картины. В её жизни было всё. Боль физическая, боль душевная, любовные романы с мужчинами и женщинами, предательство, аборты и выкидыши, живопись, всемирная слава, коммунизм, попытки самоубийства, ампутация ноги и долгожданная смерть. Я изобразила Фриду узнаваемым, она бровь и цветы, но хочу рассказать о деталях. Сама художница часто выглядела экстравагантно, любила яркие наряды и украшения и тем самым маскировала свою печаль. Она никогда не жаловалась. Даже после аварии, когда она месяц провела, закованная в гипс головы до ног и прикованная к постели, её никто не видел грустной. Она скрывала свою боль от посторонних глаз, пока не начала рисовать. Только в письме своему тогдашнему возлюбленному Алехандро Фрида написала «Всё то, что я чувствую и думаю, побуждает меня, как и любую другую женщину, плакать и плакать, что я могу сделать ничего. Я плачущая». Я старалась сделать таким же моё колье, внешне привлекательным и ярким, но сотканным из боли и страдания. В основе цветочной части лежит имитация камней, сквозь которые пробивается жизнь. Некоторые цветы слабые, а некоторые пышные, сверкающие, яркие. Это символ борьбы Фриды за своё счастье, её развитие как личности, как художника, как жены и несостоявшейся матери. Последнее изображено в виде чёрного цветка. Это больное, слабое тело, не способное выносить плод, но со светящимся кристаллом внутри, новая жизнь внутри этого тела. Фрида несколько раз была беременна неудачно и в конце концов потеряла возможность родить. Это символизирует оборванные красные стразовые цепи. В своей картине «Мои бабушки и дедушки, мои родители и я» Фрида изобразила красными нитями родовые связи. Так вот, на Фриде они оборвались. Сами цветы я изобразила простыми. По форме мне хотелось сохранить хотя бы немного мексиканского стиля и фольклорной манеры. Также в колье я использовала чёрные кораллы. Сам по себе коралл — это хребет, он мёртв. И в колье кораллы словно торчат из цветов. Это отсылка к пронзившему юное тело Фриды металлическому поручню во время аварии, раздробившего ей таз и, по словам художницы, лишившего её девственности. Поручню, который, по сути, убил Фриду. В колье также зашиты подвески в виде черепа и ласточки. Фрида часто изображала их в своих картинах. Это как символ её жизнелюбия и свободы от правил и общественного мнения. Серьги в виде скелета. Это отсылка к любимым серёжкам Фриды, которые подарил ей Пабло Пикассо в знак восхищения. Они были в виде кисти руки, но издалека казались скелетом. Подвеска, которую использовала я на шарнирах, что, опять же, символизирует собранную по кусочкам Фриду, живого мертвеца, как она себя называла. Нижнюю часть скелета я заменила на хрупкий кристалл на месте таза. Эта вышивка закреплена на плетённой косе. Фрида очень любила заплетать волосы в косы и украшать их лентами и живыми цветами. Разноцветные слёзы — это краски, изливающиеся из Фриды. Это те эмоции, которые она выплёскивала в своих картинах. Они о любви, о предательстве, о боли, о жизни, о революции. Бусины разных форм и размеров, многогранность самой Фриды. И закончить своё видео хочу отрывком из её дневника. «Я желала бы стать той, кем я хочу стать, по другую сторону завесы безумия. Я целыми днями собирала бы цветы в букеты. Я писала бы красками горе, любовь, нежность. Я равнодушно сносила бы глупость других, и все говорили бы «бедное сумасшедшее». Я построила бы свой мир, и пока я жива, он был бы в согласии со всеми остальными мирами. Тревога, горе, наслаждение, смерть — это по сути один и всегда один способ существовать. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»